ну что мы в этой пятерочке еще ни разу не были честно говоря и не знал что у нас здесь есть они там не пуганные пока нами поэтому надо сходить попугать немножко находимся в городе мурманск проспект кольский дом 14 вот это такая пятерочка мы про нее не знали ну потому что как бы рядом здесь редко проезжали ехали мимо решили заехать вот так что посмотрим что нам живет внутри я надеюсь будет все интересно правда надеюсь без всяких нападений на нас но думаю вам понравится идем туда из магазин киме воняет он четыре пачки ну мне кажется скорее всего тут четыре есть свежие сами как свежий в сроках 15 12 21 год это магазин дороже на сто двадцать на сто двадцать рублей спасибо так тут не видно наводить видишь но на свет поближе я просто чтобы показать не обвинили чтобы другого магазина много товар с утершим сроком годности мы вам вручаем исковое заявление подаем в суд на возмещение компенсации морального вреда согласно статье 15 закон о защите прав потребителей я являюсь представителем на мая владимир владимирович начать копия доверенности мы вам даем с исковым заявлением нет нарис так оригинал доверенности если нужно можете посмотреть свечи по процессе вот базар от не делать из товара прошел очень на два месяца на три месяца дело но в током случае как у меня точнее без заведующих пускай а ну пускай тут особый может случай какой-то ну да в данный момент пришли блогеры они написали заявление на вас и суд подают на компанию то есть вам надо будет прийти мне надо сделать сейчас возврат на 4 порошка на просроченных 4 порошка потому что он якобы просроченный якобы посмотрите сроки годности четыре коробки капсулы просрочен на два месяца на три месяца на два и на три месяца мне за всем не уследить они хотят чтобы я сделала сейчас им возврат на эту сумму давайте вы сами уже все увидите пройдете потом уже хорошо так ты могла с администратор сказать извините мы не доглядели я вообще сделаю возврат здесь пожалуйста сделайте возврат где я приобретал сделайте пожалуйста свободная касса чтобы мне деньги сразу вернулись не имеет значение мне вернуться деньги через три дня на той кассе сделайте мне пожалуйста на этой кассе где я приобретал касса свободная девушка подойдите пожалуйста сюда а на этой кассе зато вам никакой роли не играет играет роли мне деньги вернутся вот сейчас моментально а так а так через три дня возвращаются деньги у меня касса альфа банк и так далее в течение трех работе на день пока что 2 5 минут придут это куда куда это наша дает все 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 вам только это не 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 этого не можете забрать когда я уже подарил владимир владимирович нет я не могу я подарил владимир владимир мне все равно что вы вернули это не мой товар я не могу отпустить вас разговаривать и потому что он не принадлежит вам покажите мне законодательства основании чего что получается забирайте товар просто я приобрел товар подарил владимиру ловим еще за это деньги на основании его можно утилизировать да не можете взять у чего спросим чтобы не этого проблем мяч ему сразу позвонить на основании чего вы забираете мой товар и это не ваш товар это имущество агротор денис анатольевич его купил и мне подарил я купил его сначала легче было отбиваться из уху применять это не подобно мало бросаться на основании 503 стаффи гражданскодекса во-первых во-вторых я подарил этот товар на громкую связь включайте сейчас отдает даете ничего то есть алло вы слышите меня пишите на ромку да не хотят пообщаться мячину позвоните мячину срочно мячину звоните вам все расскажут все законы девушка давайте вас сразу предупрежу по 306 статье нет этот дебилизм не нужен можно пускай сейчас конкретно не привлекает ответственность либо передо мной лично передо мной извиняюсь на мой владимир владимирович мамаев владимир владимирович нам что он говорит мама и владимир слышали персональные данные не могу озвучить сейчас меня снимают на телефон со стороны сотрудники магазина значит мы приобрели просроченный товар ну конкретно мой доверитель я представитель масло денис анатольевич приобрел товар соответственно распорядился им на свое усмотрение подарил мне при этом осуществил возврат денег за некачественные товары зарпросроченные данный момент от меня требует возврат то есть от меня которого не имеет никакого отношения к этому просроченному товару требует возврат товара и обвиняет меня в их хищении соответственно сейчас делают в этом ложное сообщение о совершении преступления соответственно мне нужно привлечь работника магазина который сделает это заявление по 306 статья уголовного кодекса я ее предупредил под видеозапись и И конкретно все рассказали, что 503 статья гражданского кодекса, что никакого противоправного действия мы не совершаем. Но несмотря на это она пошла выполнять некий приказ своего руководства, то есть обвинять нас в хищении имущества, которое нами было приобретено и за которое мы получили возврат денежной суммы. Я не хочу, чтобы потом в отношении меня фабриковали уголовное дело, поскольку я человек, который публичный и сотрудники полиции некоторые испытывают ко мне личную неприязнь. Поэтому я хочу дождаться сотрудников полиции, чтобы передо мной работник данного магазина конкретно извинился, принес свои извинения за то, что он сейчас совершил. То есть он меня публично здесь обвинил в хищении. То есть это называется клевета, это еще отдельная история, сейчас мы выясним данные этого человека и я подам заявление в Мировой суд по 128.1 статье Уголовного кодекса за клевету. Я, говорит, не успел снять. Нормально? Чего бы нет? Он еще просроченный, прикинь. Ну, давай, набираем, хорошо, наберем. А что просроченный? Я здесь-то не видел. Так, вот тут вообще знаешь до какого? Сейчас скажу. Ну, тоже, 21-й год до 30-го, 0-5-го, 23-го года. Мне, чтобы сказать спасибо, да, извините. Сначала извинились, а потом еще что-то предъявляют. Офигеть. Скоро вам ответят один из наших лучших операторов. Здравствуйте, у меня конфликтная ситуация в магазине. Как мне разрешить ее? Алло. Короче, здесь одни роботы отвечают, Денис. Да ладно. Говорит, задайте вопрос по-другому. Зайдите оператору. Красивое имя, мне нравится. Красивое имя, мне нравится. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, как вам обращаться? Здравствуйте, меня зовут Владимир. Здравствуйте, я вас зовут Владимир. Алло, слышно меня? Чем могу вам помочь, Владимир? У меня конфликтная ситуация в магазине «Пятерочка», город Мурманск, Кольский, 14. Вот этот работник магазина, который требовал от меня возврата этого товара, пообещал сделать заявление в полицию о хищении. Соответственно, я не могу покинуть магазин, пока не разрешится конфликтная ситуация. Я требую, чтобы данный сотрудник пришел и публично извинился передо мной за обвинение меня в хищении. То есть, обвинил меня в преступлении, совершил клинические действия. То есть, на мой взгляд, совершил преступление по статье 128.1. А также имеются признаки по 306 статье Уголовного кодекса. Поэтому я прошу, чтобы вы связались... Администратор, я прошу, чтобы вы связались с руководством этого магазина, и чтобы этот человек пришел и публично перенес передо мной извинения. Потому что обвинил он меня публично в присутствии других людей. Это все снято на видеокамеру. Вот так же публично пускай извинится. Ожидайте минуту. Я поставлю обращение. Хорошо, спасибо. Срок годности 7 месяцев до 10-го на 8-го. А вот чипсы на 5 месяцев просрочен. Оборудование. До 30-го апреля 23-го года. Классно, да? Буль? Буль. Буль. Вы заявление сделали в полицию? Девушка, вы заявление в полицию сделали? Не слышу вас. Вам сейчас придется передо мной извиняться публично. Вы заявление сделали в полицию или нет? Подожди, пожалуйста. Да, я иду. Секундочку. Вы заявление сделали в полицию? Че на человека к моей дяди? Ну че ты видишь? Че ты видишь? А ты че? Ты че надо? Иди че надо Отошел Че отошел? Ты отошел? Здесь работа, а ты кто такой? Так иди работай Че ты видишь? Я работаю Ты зачем девушку присуешь? Я ее присуешь Нифига себе, че ты на нее не лег? Ну надо будет, лягу Попробуй Вот ты кто такой Ты еще раз тестировал А ты кто такой? А ты че хочешь? А ты че хочешь? Че ты хочешь? Я работаю Так иди работай Так иди работай Ты мешаешь работать Иди работай Че ты напрягся Я не напрягся Я своими делами не могу отличать тебя Да ты что? Я как-то, знаешь, решил вопрос Девушка создала Который публично меня ждал Не слышно? Бэйджикс вы покажите Продавец Значит, смотрите, сейчас у нас конфликтная ситуация Тут провоцируют драку Товарища Я не провоцирую, я защищаю девушку от тебя Он это называет, защищает девушку Девушка, вы скажите, пожалуйста Вы заявление сделали в полицию или нет? Вы совершили по 306? Да, я сделала заявление Значит, вот я вам сообщаю То есть ваш этот работник сделал заявление в полицию о том, что совершено хищение То есть он меня публично обвинил Это не является хищением, это является грабеж А, даже грабеж Смотрите, меня на данный момент обвинили в тяжком преступлении, в грабеже Я еще с вами не разобрался Вы совершили преступление, мы будем находиться здесь До приезда полиции До приезда полиции будем здесь находиться Выйдите и ждите полицию, пожалуйста Я никуда не выйду, я пока не дожду из полиции Пока не решу с вами вопрос, почему вы меня обвиняете в хищении На каком основании Тем более в грабеже Я держусь на расстоянии Вытяните руки Пожалуйста, отойдите Вы зафиксировали мою жалобу? Отойдите, пожалуйста Вы будете ожидать полицию Вы сейчас ко мне очень близко подходите Еще раз погромче. Я стою на месте. Еще раз погромче. Выйдите, пожалуйста. Я не к вам обращаюсь. Выйдите, пожалуйста. Вы мне сейчас... Я, к сожалению, вас не слышу. Вы можете повторить, потому что меня перебивает ваш сотрудник. Выйдите, пожалуйста. Вы можете помолчать секунду? Выйдите, пожалуйста. Вы слишком близко ко мне подошли. Это слишком близко. Представьтесь, вас спрашивают, как вас зовут, чтобы с вами связаться. Мой руководитель мне позвонит лично. Я на горячей линии сейчас разговариваю, по горячей линии спрашивают, как вас зовут. Назовите вашу фамилию, имя, отчество. Лучше покажите бэджик. У меня бэджик при мне. Вы его видели? Она отказывается представиться. Вы идите, пожалуйста. Я вас попросила бы выйти. Я знаю только одно, что ее зовут Виктория, остальное я данные не запомню. Записали? Ее зовут Виктория. Магазин Пятерочка, проспект Кольский, 14. Вы идите, пожалуйста. Есть магазина. По техническим причинам у меня не работает касса. Заведующая, вроде так она представилась. Виктория. Администратор, да. Выйдите, пожалуйста. Пропустите. Вам будет удобно полить, если не обратите меня по телефону. Да, будет удобно. Вы что мне за... Я даже пройти не могу. Вы в своем уме, мужчина. Я вам объясняю. Ждем сотрудников полиции. Так вы идите, пожалуйста, отсюда и подождем полицию. Я выйду к вам. Я что, скрываюсь? Вы не будете убегать? Так я откуда ж... Куда я убегу? Ну все, хорошо, давайте. Выйдите, пожалуйста. Я попросила вас по причине. Но потому что вы убегаете. Да куда я убегу? Что, я за вами бегать буду, что ли? За мной не надо бегать. Выйдите с магазином. У меня проблемы с полностью... Фамилия ваша какая? Я вам представлюсь при полиции. Выйдите, пожалуйста. Фамилия ваша какая? При мне представьтесь, как при покупателе. Тем более по горячей линии разговариваю. Вы что, скрываетесь? Выйдите, пожалуйста. Я ничего не скрываю. Смой руководитель, паспорт, я все вам расскажу. Фамилия ваша какая? Фамилия ваша какая? Выйдите, пожалуйста. Фамилия какая? Выйдите, пожалуйста, из магазина. Конфликта не будет, если вы представитесь. Я нормально составлю жалобу по телефону горячей линии. Пожалуйста, выйдите из магазина. По телефону горячей линии я составлю жалобу только при наличии вашей фамилии. Выйдите, пожалуйста, из магазина. Да я не буду выходить из магазина, тем более вы меня обвинили в грабеже. Вы что, у вас все в порядке с головой? У меня все в порядке. Вы почему меня сейчас оскорбляете? В порядке. Каким образом? Вы врач, чтобы сделать мне диагноз? В порядке у меня с головой? Что я вас оскорбляю? У меня есть сомнения с вашей адекватностью, потому что вы не показываете свою фамилию. Вы элементарно на меня, во-первых, крещение. Вы для чего бейджик повесили? Для того, чтобы покупатели могли не задавать вам лишних вопросов. Я вам предоставила свой бейджик, и вы видели прекрасное. Я разговариваю по горячей линии. Ну вы видите, как себя ведет сотрудник. То есть просто хамит. Просто хамит. Как нам быть в этой ситуации? Ну я говорю, зовут ее Виктория, а фамилию я не знаю. Я могу эту фамилию узнать буквально через несколько минут, когда посмотрю стоп-кадр на видео. То есть мне, соответственно, на видео бейджик ее попал, но для этого мне нужно остановить видеозапись и, соответственно, все это перемотать и сделать стоп-кадр. Вам будет удобно получить решение обращения по телефону? Желательно все-таки в письменном виде, потому что лично я буду подавать исковое заявление на магазин, потому что в данный момент меня не только обвинили в преступлении, а еще со мной таким образом разговаривают. Хорошо, как вас зовут? И давайте я узнаю, как вас зовут, и попрощаемся, потому что вы решить сейчас вопрос не можете, будем ждать сотрудников полиции. Как вас зовут? Дмитрий, спасибо вам за то, что вы услышали. Всего хорошего, будем ждать сотрудников полиции. Спасибо, до свидания. А тебя как зовут? Давай я до тебя еще жалобу составлю, чтобы ты здесь не работал. Мальчики, вы видите? Мальчики. Что? Мальчики, куда пошли-то? Мальчики, не хотите покушать просроченность на 5 месяцев? Да ты так не успеваешь, да, Рикуля, убирать в полок просрочку? 5 месяцев ты не успела, да? Я работаю здесь всего одну неделю. А уже хамить научилась. Я не научилась. Уже хамить научилась. Это вы провоцируете меня на письменном виде. В смысле провоцируют? Вы ко мне близко подходите и пытаетесь меня еще толкать. Вы должны были развернуться и уйти. А когда я свой адрес слышу, клевету о том, что я, оказывается, хищение совершил. Вы совершили по факту хищение. Серьезно, что ли? Это имущество агроторка, по сути. Да мы купили это имущество. Вам вернули деньги за это. И что дальше? А мы вам товар не вернули. Вы его приобрели. Каким образом его похитили? Давайте мы будем разговаривать с более высшим руководством. Что у вас сейчас для меня? Ну так приглашайте сюда руководство высшее. Вы только пригласила, ждите тогда. Только на самом деле вы должны ждать это за дверью. Да мы тебе ничего не должны. Я вам тоже ничего не должна. Что, магазин закрыли, что ли, по техническим? Не работает программа. Я вызвала техника. В чем здесь программа? Вы должны перед вами публично извиниться, мы пойдем отсюда. Я не буду извиняться перед вами. Да будешь ты извиняться. Вы только что прям... Не ты так, твой руководство будет извинять. Меня толкнули. Так у нас все пишется. Что ты врешь-то, детка? Неделю работы это ведет себя, как я не знаю кто. Извинитесь, публично, под видеозапись, мы отменим сотрудников полиции и уйдем. Сейчас придет полиция. Если я была не права, то я попробую извиниться. Попробуйте, хорошо. Вика, подойди. Костенька, ты что, повышение, что ли, у тебя, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, в ожидании полиции. Он не мешает? Да, у меня по техническим причинам не работают магазины. Я обязана всех покупателей вывезти. А данные не хотят выходить. Нужно покинуть данный магазин. Серьезно? Да, магазин не работает. Бросишь? Просить получше. Нужно пройти на выход. Ну попроси. Я сразу посидел вам, сказал, магазин не работает. Пользуйся пройти на выход. Сказал? Что ты, что за заговор такой сказал? А? Слушай, обманись. Я прошу вас. Костенька, гуляй. Пройти на выход. Гуляй. Ты серьезный? Серьезный. Костенька, Костенька. Ну давай. Или ты хочешь еще со мной попрыгать? Я больше не собираюсь. Не собираешься, да? Тогда я тебе советую встать в уголке и не отсвечивать. Понял? Да. На всякий случай я скажу, что ждем полицию. Чтобы ты особо не волновался. Хорошо. Подпишем? Костенька. Сейчас принесу лицо. А ты не провоцируй сотрудников охранной организации. У них есть определенные полномочия, за которые они выходить не имеют права. Вот Костенька молодец. Понял. Чтобы помнить не надо. Вот так, короче, смотри, здесь такая ситуация. Сюда же, чтобы вы увидите полный. Вот здесь. Вот, правильно. Убежали, спрятались и замуровались. От контролера Рекомы до охранника ПМ. А, это тот самый? Да, тот, который прыгал. Ну, да, да, да. Который обошелся? Ну, да. Помню, помню, классный видос. Боезд, который исправил, штору не решил отобрать и облажался. Помню вообще, классный ролик, обалденный. Герои строя. Там уже много видео с этим роликом. Да, обязательно, обязательно. Зайчик такой вообще, пушистый. Я вам предлагаю заложенный вызов о форме в этот магазин. Поехать заниматься своими нормальными делами. Тут все бегают, светятся. А я думаю, что лицо знакомое такое? Костя, вот несмотря на то, что я тебя знаю, что тебя зовут Константин, я вот хочу увидеть твое удостоверение, чтобы все-таки убедиться, что ты охранник, что ты частный охранник. Выполни, пожалуйста, требования закона о частной охране и детективной деятельности. Статью 12.1. Я тоже, что я в понедельник подаю исковое заявление на вашу компанию. Так что от тебя сейчас очень многое зависит. Потому что неоднократное нарушение вашей компании законодательства об охранной деятельности может привести к лишению лицензии. Поэтому и будет паяненько. Хорошо? На всякий случай предупреждаю. Мало ли ты сейчас начнешь меня провоцировать. Это да, за намордник не хотели деньги, вроде, да? Да, да. Костик, ты что без намордника, а? Да, Костик. У меня в машине грязная тряпка лежит. Давай понесу, одень и шив. Вот мы так хотим. Ты тогда хотел, мы хотим сейчас. Давай. Ты же так хотел надеть намордник на человека. Сейчас у тебя такое желание прошло или нет? Я не забираюсь, а сами это посылайте. Ой, блин, ты прям такой, прям, паяненько зайчик. Мы удостоверение-то увидим, Костик, куда-то пошел-то. Да, так он сейчас пойдет, мы в машину уже пообещал. Вот то, что у вас тряпка, вот это написано, ГБР. Это не дает вам право охранной деятельности. После докторения должен быть всегда кричен беженый или что? Что? Я сейчас задерживаю, что? Чего ты делаешь? Сейчас просто стою с вами, вот и все. Ну так мы должны убедить, что ты с нами стоишь, потому что и по мальчикам, откуда мы знаем. Нам надо как-то прятаться от тебя, берегаться. Ну вас, наверное, не просто так выяснили, правильно? По нашему душу, правильно? Поэтому мы интересуемся, мы можем подойти и поинтересоваться, кто охраняет нас конкретно от этих сумасшедших продавцов. Вы же должны охранять нас, покупателей, правильно? Поражаюсь, ты задаешь вопрос по нашу душу, возможно. Вы что, так боитесь ответить честно, хоть раз? Близко ли нас, не дальнозоркость? Так, 8 июня 23 года. Молодяев, Константин Литровович. Не обязательно было звучать. В смысле? Вы не стесняйтесь, как его зовут? Все? Ну все, свеженькое, в июне, только-только-только-только-испеченный. Ну получается, может, тогда и не было у него, да? Да, сыреница? Нет, тогда он вообще был этим контролером, который вообще не имеет права даже к людям близко подходить. Я так говорю, у него повышение сейчас очень серьезное, как бы он растет еще чуть-чуть, и, видишь, сотрудники полиции упадет. Нет, это дно. ИБР это дно. Игорь, ну что, не надумали досрочно извиниться? За клеветун мой адрес. Вы имеете в виду, что на вас будет подано мною заявление по 128.1 УК РФ? Здравствуйте. 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 Значит, смотрите, давайте я сделаю заявление, поскольку я обращался. Очень коротко. Давайте мы по одному будем. Ну я вообще-то тоже вызывал. Ну давайте я девушке уступлю, заодно послушаю, как она будет говорить. Что вас произошло? К нам пришли несловерствующие блогеры, попросили, чтобы мы оплатили товар у нас, потом попросили вернуть. Так как мы вернули им деньги за товар, они посчитали, что этот товар, это считается крабежем. Это вы так считаете? Ну, если бы это было ощущение, когда они... Они оплатили товар. Они вернули за это деньги, соответственно, товар я должна была забрать, и утилизировать это имущество по городу. Это верно? Нет. Пришли в очередной магазин «Пятерочка». Сделали покупочку. Совершили покупочку. Ну, конкретно совершал покупочку не я, а мой товарищ Масло Денисом Анатольевичем. После чего он распорядился своим имуществом, так как пожелал мужа. Он мог выкинуть, мог использовать, мог подарить мне. Он сделал подарок мне. Соответственно, имущество перешло ко мне. Далее он сходил к себе в автомобиль, я все зафиксировал, фото, видео. Кстати, видео ведется непрерывно, с момента, как мы заходим в магазин, как совершается покупка, как делается возврат. То есть, все-все-все, как происходит хамство в наш адрес, как обвиняют меня в хищении и тому подобное. Соответственно, мы подали исковое заявление, разъяснили 503-ю статью гражданского кодекса. Вы приняли это? Да, естественно, приняли исковое. Или также оставили? Смотрите, все было идеально. Вот буквально чуть-чуть не хватило, чтобы нам просто выйти из магазина, потому что нас начали требовать лично от меня, чтобы я вернул этот товар, который мне подарили, который не принадлежит уже ни Денису Анатольевичу, ни магазину, ни этой девушке. Это мой товар. Неважно, какой он, просроченный, непросроченный, все. Этот товар выбыл уже из оборота. Какие-то правоотношения между Денисом Анатольевичем и Денисом Анатольевичем покупательным. То есть, у вас конфликт в том, что вас не выпускали? Нет, меня выпускали. По поводу того, что деньги девушка говорит, что вам вернули за товар. Да, претензий нет. То есть, Денис Анатольевич купил просроченный товар, ему вернули деньги, все, вопросов нет. Он все равно подал исковое заявление, потому что в судебном порядке мы будем требовать компенсацию морального вреда. Как товар, получается, под утилизацию. Нет, нет, смотрите. Я не знаю, что там положено, это товар мой. Смотрите, вы купили, к примеру, продукт любой. Девушка, послушайте внимательно. Вот даже вы купили булку, выходите, бабушка просит у вас подаянье. Вы ее высыпали, а потом видели, что булочка просрочена. И что, бабушки будете пинать ее ногами, забрать у нее булочку? Нет, вы вернулись. Ну, естественно, эта булочка, это правило, должна утилизировать. Она уже есть, стала эту булочку, будьте же рта у нее вырывать. Вы должны ее утилизировать, когда он на прилавке лежит, уже просрочено. И даже не должно быть на прилавке. То есть, как бы, даже на прилавке не должно быть. Вы должны утилизировать товар до выплатки. Проблема в том, что он его забирает, я вернула деньги. Подарил, получается, ему это товар. Все равно является имущество магазина, и магазин сам правил соединиться. Константин, ротик закрой и не лезь. Твоя задача не отсвечивать. Не отсвечивать. Ты кто в данном ситуации? Я разговариваю с вами. Кто? Ты кто? Смотрите, посрочного товара не должно быть изначально на прилавке. Верно? То есть, он каким-то образом там оказался? Ну, его витать не сняли, потому что... Ну, витать, то есть, у вас, я так понимаю, что нарушают деньги. Да, но я не обязана его отдавать. Я дарить ему его не обязана. Смотрите, они его оплатили. Я вернула за них деньги. Вернули. Конечно. Соответственно, я его должна забрать у них и утилизировать. Попробуйте заберите. Смотрите, если бы они подошли к вам и сказали, что у вас товар просроченный, утилизируете. Если бы вы взяли на утилизацию до оплаты... Так я вернула эти деньги. Так я вернула этот день за это. Смотрите, они уже оплатили и купили просроченный товар. То есть, факт нарушения уже... Фактически, если так рассматривать, я ему вернула эти деньги и он ничего не купил. И имущество так же осталось агротор. Денис, Денис, помолчи. Давай мы решим вопрос. Сейчас Виктория передо мной публично извинится под камеру. И мы пойдем. Значит, Виктория, вы сказали под видеокамерой, что вам когда объяснят, что вы признаете, что вы неправы, вы публично извинитесь. Вы будете извиняться? Я права в данный момент. Смотрите, вы будете писать заявление на хищение? Я буду писать на грабеж. По 306-й статье предупредите это делать. Хищение – это когда они умышленно забрали. Хищение – это либо тайное, либо открытое хищение имущества. Либо кража, либо грабежа. Меня удерживали на кассе. Кто тебя удерживал, деточка? Смотрите, я так понимаю, ведется видеозапись без выреза. Я следую только руководству вышестоящих. То есть вам поступило указание? Да, мне поступило указание написать на грабеж. Сотрудник полиции, я когда спросил, вы будете писать заявление о хищении, она сказала, что она будет это делать, потому что ей руководство это скажет. То есть ее не остановило то, что она будет совершать загадомоложный донос? Да, потому что я административа. А заведующему позвонили? Едет? Да, позвонил заведующий. У меня, значит, будет это два заявления. Одно заявление по 306, это, значит, советомоложный донос о совершении грабежа. Она непосредственно меня обвинила в грабеже. Она это повторила даже на кассе. Она даже сказала, это не просто хищение. Да, он забрал у меня, он сказал, этот товар... Что я у вас забрал, девушка? Я у вас лично что-то забирал? Девушка, я у вас лично что-то... Мне в глаза посмотри, девушка. Я не могла его отдать. Вот она сейчас стоит нагло, врет в глаза, говорит, я у нее что-то забрал. Ты думаешь, что ты говоришь? Я попросила вернуть, мне не отдали. Сказали, мы тебе не отдадим. Они оплатили этот товар, верно? Им вернули. Фактически они ничего не оплатили. Им вернулись за это деньги. И вы думали, что если, когда вы вернете деньги, то ответственность за просроченный товар не придет? Ну, давайте приедет заведующий, вы тогда обговорите уже с ним. Один товар уже покушали, его, скажем так. Девушка, мы вам конкретную статью указали, 503 гражданского кодекса, почитайте. Давайте вам поподъедите, тогда вы обговорите. Уже все говорят, говорится, открой да почитай. А иск-то приняли? На вас же. Конечно, приняли. Да мы подаем иск. Вот мы приехали точно из такого же магазина, пятерочка. Какой адрес? Кольский 80. Вообще там без вопросов. Все, деньги вернули, иск взяли, мы ушли точно с такой же просрочкой. Все. Тоже пятерочка? Тоже пятерочка, да. Но мы сейчас входим по всем магазинам, подаем иск. С Кольским 80 на связь. Нет, именно нет. У меня сейчас по техническим причинам не работает. Смотрите, я могу поставить на паузу, могу включить и показать, как это все происходило. Я догадываюсь, как происходило. Потому что... Мы примерно знаем, как это все произошло. Все очень культурно, вежливо, вообще там буквально пять минут на восемь. Он просто подскажет, как... Ну, у нас бывает по-разному. Вот сегодня думали, что все закончится нормально, уже должны были уйти. Посредственно СБ, вы обо всем поговорите. Вам просто надо немножко подождать. Сколько? Сколько, примерно, скажите. Ну, я не могу сказать, сколько, но она же едет. Смотрите, если вы сейчас напишите заявление о преступлении, я вас должен предупредить об ответственности за, предума, ложный донос. Если будет разбираться этим вопросом участковой ООН и УСНО, то есть будет усмотрение по данной статье, то есть вы... Я прекрасно понимаю вашу позицию. Сейчас приеду и состоящее руководство, и вы обо всем поговорите. Это не моя позиция, это согласно уголовному кодексу. Ну, по кодексу он не сделал хищение. Хищение-то когда умышленное, когда унес. Он его похитил и унес. Это хищение. А вы заявляли изначальное хищение, потом... Я сказала грабеж. Ну, так и грабеж это и есть. Грабеж это и есть. Открытое хищение чужого имущества. Это чужое имущество, это агроторговские. Капсулы агроторгов. Это мое, я подоил. Он купил товар и распорядился, а он мог его выкинуть, что угодно сделать. Конечно, сейчас подпределся ведущий, мы обговорим. Смотрите, что поедете? Я купил воздух, я воздух купил, это не товар. Я не могу ничего сделать без товара. Не полез. Может, вам дома надо сидеть? Виктория, я вам даю, я всем даю шанс решить конфликт. Извинитесь, публично передо мной, под видеозапись, нету здесь людей, но ваши извинения увидят люди. И на этом закроем тему. Я даже на вас не буду писать заявление. Виктория, вы знаете, есть листная оперативная группа по заявлению о грабежении? Я не могу сделать ничего с этим. Если так положено, значит так положено. То есть вы осознаете то, что вы обвинили под видеокамеру, обвинили меня, что я у вас что-то забрал. Это записано. Я следую инструкцию высшестоящему руководству. Отвечать, а вы будете по голове судья. Я лично ничего не забыла. Хорошо. Денис, я не вижу смысла сейчас девушке что-то объяснять. Я сделал все возможности своей стороны. Я ей предложил урегулировать конфликт, просто извиниться передо мной. Я бы не стал даже писать никаких заявлений. Но она считает, что она права, не права, либо идет до последнего. Ну тогда за это нужно будет заплатить. Ну что, если СССР приедет, тогда будем оформлять запросы. Да? Нет, ну меня больше сейчас просуточка вообще не волнует. Меня волнует только какая-то утилизация на ответственное хранение сейчас вам передадим. Я утошла. Вы как-то, посмотри. Утошла. Виктория, вот я взял с полки, это мое. Вы хотите вернуть магазин на ответственное хранение, да? То, что мы не оплатили, то нет. То, что вернем, конечно. Мы это не забираем. Почему здесь это? Это мы когда вас ждали, мы просто уже начали тут ходить, собирать. Мы находимся на польском 14. Это мы лишить, да? Нет, оплачено только в пакете. Вот оплачено и получен возврат. Это товар в пакете мой, личный мой. Я понял его уже, это то, что там чеки, да? А это, собственно, уже потом мы шли, попросили. И ведущий магазин заявляет по грабежу. Крючевского судья сюда надо, потому что есть товар просроченный, который нужно опечатывать. Я девушке разъяснил, и Денис Анатольевич разъяснил. Смотрите, вот на мой взгляд, она совершает умышленно вот этот заведомо ложный донос. Она осознает, что она не права, и все равно она идет на это. Слышите, я была последней. Она говорит, я уже ничего не заявлял. Нет, она все равно же это делает. Она же обвиняет и тоже говорит, что в этом нету признаков преступления, но все равно он совершил преступление. Но так не бывает. Понимаете, в чем смысл? На что она разбирается конкретно в преступлениях? Знаете, есть такое выражение, незнание законов не освобождается от ответственности. Вот это тот случай. Вы им скажите, что мы здесь спокоимся? Потому что для чего придумали вот эту 306-ю статью? Чтобы не отвлекать сотрудников полиции на вот эти ложные обвинения. Потому что это ресурсы, это деньги, это все. Понимаете, да? То есть в это время сотрудники полиции не могут заниматься другими делами. Не могут. Вот именно из-за этого она должна понести уголовную ответственность. Да, там она небольшая, штраф 80 тысяч заплатит, этого будет достаточно. Но в следующий раз надо хотя бы раз наказать, чтобы остальные так не делали. Вы будете составлять протокол обвинения устного заявления о совершенном в отношении вас преступления? Да, смотрите, я посчитаю. Я, смотрите, если тут усматривается административное правонарушение либо сообщение о происшествии, я оформляю это, закрепляю на бумаге в виде рапорта. Смотрите, то, что касается административки, меня не интересует. Я очень, скажем так, трепетно и эмоционально отношусь к любым обвинениям лично в мой адрес. Меня сейчас просрочка вообще не интересует. Это с Денисом Анатольевичем побеседуйте. Меня интересует только клевета в мой адрес, публично озвученный о том, что я совершил хищение и грабеж. И ее звонок в отдел полиции. То есть она совершила уже заведомо ложный донос. Не важно, письменно она сделала, не письменно. Она сделала, вы сюда приехали. Понятно, что вы сюда приехали и по нашему заявлению. Значит, по 306 и по 128.1 это клевета. Мне нужно узнать ее персональные данные для того, чтобы подать заявление в мировой суд, потому что это частное обвинение. Мне ее фамилия, имя, отчество недостаточно. Мне нужны более подробной информации, потому что в любом случае я эту информацию буду запрашивать. У нас всегда участковый полномоченный, который возьмет ее персональные данные и приложит уже протокол. Я поясняю, почему нужны персональные ее данные. У нее все наши персональные данные есть. Мы передали доверенность, исковое заявление. Там все персональные данные есть. Она оригинал сфоткала, копию доверенности. Ну, полностью как исковое заявление подается. Соответственно, я должен иметь возможность на нее подать заявление мировому судье. Почему? Потому что это частное, повторяюсь, обвинение. Это не общественное преступление, а частное обвинение. Только возбуждается на основании заявления потерпевшего. Она вам никак не представила? Ну, она там бенчик даже не хотела. Я разговаривал по горячей линии. Сотрудник пятерочки, который находится на горячей линии, спрашивает, как ее зовут. Она прям знает, что я разговариваю по горячей линии. Говорит, я не буду говорить. Это все на видео зафиксировано. То есть ведет себя крайне неадекватно. При этом говорит, что я ее там куда-то не выпускал. Я просто стою с ней и разговариваю. Вот я держу телефон и с ней разговариваю. И пытаюсь у нее узнать фамилию, имя, отчество, чтобы сказать, с кем им связаться, чтобы сделать ей замечание. Смотрите, я вам хочу сказать, что фамилия, имя, отчество, в принципе, если она вызывала полицию, она 102 зафиксировала. Ладно, я эти данные в любом случае узнаю. Я потому что потом исковое заявление через суд, и эти данные суд затребует это все узнать. Естественно, все эти данные будут. Чтобы так не усложнять, проще было. Вот она представила, сказала. Если она вам представится, то по закону полиции я не могу разглашать данные, которые мне стали известны в ходе служебной деятельности. Хорошо, ладно, я не буду. Просто понимаете, очень много сил трачу, чтобы кому-то что-то научить, убедить. А смысла в этом я не вижу. Потому что, ну, а смысл. Сюда приедет кто-то, мы ожидаем человека, руководителя, как вы сказали. Сейчас приедет сюда в участок полный. Давайте я разговариваю. Артуру Дмитриевичу пример от Владимира Владимировича. Вот это Артуру Дмитриевичу. Мы были у него на встрече. Он в открытую сказал, что мы продаем просрочку. Да, и он сказал, что вы можете вернуть деньги, вернуть без чека и без товара. Да, кстати, да. Да, да, без чека и без товара. Скажите Мячину. Пойдите, пожалуйста, в вашу фамилию и ваше имя. Мы будем разбираться. Слышите. Мячин, не приезжайте. Артуру Дмитриевич, где ваше обещание, что без каких-либо проблем будут возвращаться деньги? Вам деньги не будут? Без товара и без чека он обещал. Под видеозапись выложен в открытую сеть ролик. Его беседы с нами. В аркике. Мы с ним беседовали. Вот сидит его сотрудник, мы вдвоем сидим, он сидит. И он нам обещает, говорит, что вот если вы придете, у вас не будет чека, товара не будут вам вернуть деньги. Он признает, что не имеет право требовать обратно товар. Владимир Владимирович, мы проверили. Мы пришли на Лене 71, купили просроченный на месяц йогурт. Через неделю пришли без чека и без товара навернули деньги. Так и много, так и так делали. Магазин закрыт по техническим причинам. Докрыт, видите, не можем сказать. Как зовут? Давай поделимся. Не важно. А что ты убегаешь? Нормально же вроде в общаемся. Куда убегаешь? Игорь, что с фотографиями будешь или с видео делать? Тоже странные люди. Что снимает, зачем снимает, цель какая? Но у меня-то понятно, какая цель. Показать людям вот этот бардак и незнание закона. Виктория, вас показать, я о вас говорю. А ваш коллега-то зачем снимает меня? Для хом-видео, Макс, вот даже до сих пор ходит, прячет нас в этот бэч. Виктория, ну я к вам уже обращаюсь, как по имени, знаю, потому что вас Виктория зовут. Как фамилия эта ваша? До конца-то все равно, представьтесь, я же узнаю вашу фамилию, легко. Мне тысячу комментариев напишут про вас. И как вас зовут, и все остальное. Вы теперь будете звездой, поверьте. Виктория, настраивайтесь. Тем более вы сказали, я вам даже маленький плюсик поставил, что у вас была готовность извиниться передо мной. Вы уже сделали само событие. Сделали заведомо ложный донос о совершении преступления, о грабеже, по телефону. Предполагаю, 102. Это все зафиксировано, понимаете? Присвоен к УСК вашему обращению. Сотрудники полиции приехали по вашему вызову. Вы их отвлекли от службы. Ложный донос. Мы вам под видеозапись разъяснили нормы гражданского права. Вы все равно захотели товар забрать именно у меня, у человека, который не является покупателем. Да, Ють, я у вас его не хотела забрать. Я забрала имущество Агроток. Так это ж мое имущество. Нет, это не ваше имущество. Вы не владелец Агроток. Ну, смотрите, если вы что-то купили, да, пришли домой, и к вам придут и скажут, это имущество этого магазина, где вы купили. Мы уйдем, да, они на нас такую клевету, такие помои выльют, что лучше остаться и дождаться от сотрудников полиции и все-таки разрешить как-то это мирно. Потому что, я говорю, столкнувшись с такой действительностью, где суды сажают заведомо невиновных людей, поэтому, если в мой адрес что-то звучит такого рода, естественно, я буду очень агрессивно на это реагировать. Ну, и, помимо всего прочего, да, надо будет подать мне по 28-й, да, правильно? Да, да, да. Нет, за клевета однозначно, она публично меня обвинила в гребеже. Она и сейчас продолжает это делать? Мечен-мечен, мячица, прыгает, прыгает, мячик прыгает. Ну, придется, вот сейчас напишу заявление за реализацию про срочки, пусть они значатся. Надо не, если оставить именно ответственность на крайние, они все равно это выставят. Выложу, да, пускай просто при нас пригодность нарушат упаковки, там, все, либо изъятие в отдел. Прям так резко разговор, я против. Вот как мне сейчас реагировать? Уже разговор как-то не начался, понимаете? Вместо «здравствуйте», там, «такой-то», «такой-то», «я против». Ну, как, может быть? Нет, я просто… Вот, я вот прям провоцируюсь на провокацию, просто вот, израиль, да? Ну, посмотрим все, что. Ну, я подарил товар, вот. Да, мне деньги-то за товар вернули, да. А, они что? Требуют товар? Да, они требуют, чтобы вернули товар. Да, чтобы вернули товар, я не могу его вернуть, потому что я уже подарил его. Ну, ничего здесь не вижу. А это? А это, помимо… Просто мы пока вас ждали, это нашли просроченные. Здесь есть чипсы на 5 месяцев. Ну, ты уж порядок, знаете, фотографируйте, отправляйте в Роспотребнадзор. Здравствуйте, никого отзыва порядка-то не было, вы что? Миссан, вот. Что, фотографируйте, где он стоит, этот товар? Нет. Вы отправляете вместе с заявлением в Роспотребнадзор. Не знаю, точно, что вы так говорите. Вы вспомните, я вызывал полицию, приезжаю в ППС, право, тут мы официально взимали детское питание, отправляли сами в следственный комитет. Это было давно, когда я даже еще не знал порядок. А порядок такой? Вы приезжаете, я пишу заявление, вы это либо оставляете на ответственной охране, либо изжимаете. Мы отправляем в Роспотребнадзор и все, ничего больше. Миссан Даджан, что вы такое говорите? Если вы считаете, что я буду это изымать, как-то описывать, это не мои компетенции. Данный вид правонарушения относится к компетенции Роспотребнадзора. 879 приказ, не хотите исполнить? Роспотребнадзор. 879 приказ. Я вам объясняю. Вам же другие блогеры уже про это рассказывали, с Питера. Я не знаю, типа. Короче, это вид правонарушения относится к компетенции Роспотребнадзора. Не позорьтесь, пожалуйста, я вас пытаюсь всячески уже, чтобы вы пони услышали меня. Ну как вот? Ну вот, вытягиваешь, вытягиваешься. Вытягиваешь, вытягиваешься. И тебя все равно взрывает себя. Просто взрываешься. Вы фотографируете и с заявлением Роспотребнадзора. Все. Мы не нуждаемся вашей консультанции. Мы не нуждаемся вашей службе. Я о ваших советах и в получении отнести службу тоже не нуждаюсь. А как вы куда побежали? Вы представляться там вообще будете? Нет. Вас вызывали по моему обращению. Меня вызывали по обращению сотрудников магазина. Я вернула деньги за товар, как меня попросили. И этот товар забрали. Я попросила его вернуть, так как я его должна утилизировать. Мне сказали, что это на что, теперь товар. Товар у вас? Да, у меня. Почему вы его не выдали? Потому что это мой товар. Мне его подарили. Деньги за товар вернули? Денису Анатольевичу, да. Почему не возвращал товар? Сумочку верните, пожалуйста. Такую сумочку. Мне сумочку вот эту верните. Ну, я вам отвечаю на ваш глупый вопрос. Почему я не вернул свой товар, который не имеет никакого обращения? Здравствуйте. Решу вопрос. Здравствуйте. Что здесь происходит? Я думал, вы прийти сюда. Представьтесь, пожалуйста. Я участок, отдела полиции номер 1, в городе Санкт-Петербург. Очень хорошо. А вы? Я директор этого магазина. А, как ты именешь, что? Людмила Валентиновна. Ну, что здесь происходит? Давайте со мной пообщаемся. Ну, давайте. Смотрите, давайте отойдем, чтобы не мешать. Да, пойдем, я вам в двух словах объясню. Значит, мы приобретаем товар. В магазинах пятерочка, магнит, перекресток и тому подобное. И фиксируем это на видео. То есть, перед тем, как зайти в магазин, мы сразу включаем видеофиксацию, для того, чтобы, если мы обнаружим просрочку, да, чтобы нас не обвинили, что мы принесли просрочку с собой и тому подобное. То есть, мы собираем доказательства того, что мы нашли просрочку в том или ином магазине и ее приобрели. Ну, понятно. Что было сделано и сегодня. То есть, мы пришли, приобрели просрочку, все, далее. Приобрели просрочку или все-таки купили товар, который оказался просроченным? Ну, это две разные вещи. Так, трактуйте, как считаете, нужно. Ну, я считаю, нужно так. Пускай будет так. Да, умышленно приобрели просрочку. Вот так вы хотите. Вот как-то же, да, у вас это так звучит. Все, потребительский экстремизм и тому подобное. Трактуйте, как хотите. Мы себя немножко по-другому позиционируем. Вам скажешь на жизнь? Я задаю вопрос. Ну, я вам давайте отвлеченно потом расскажу. Или вы уже все поняли из моего разговора? Я прекрасно все поняла. То есть, можно дальше не рассказывать? Можно не рассказывать. А дальше уже произошло самое страшное. Мне плевать на вашу просрочку. Да. Плевать мне на вашу просрочку. Мне знаете, что за дело? Что? Вот ваша, вот эта Виктория, которая меня публично в присутствии покупателей обвинила, что я совершил грабеж. Это зафиксировано на видео. Ну, а в чем она не права? Я задаю вам вопрос. А в чем она не права? Смотрите. А я совершил грабеж. По правам потребителя вы приобрели товар. Я ничего не приобретал. Вы подошли на кассу. Лично я ничего не приобретал. Не без разницы, кто из вас. Так. Подошли на кассу, оплатили товар. Товар оказался просроченным, как вы говорите. Вам вернули денежку. Но товар должен остаться в магазине для утилизации. Вам неизвестно? Мне все известно. Мне все известно. Я юрист по образованию. Мне известно все. Мы встретимся в суде. Хорошо? Замечательно. Все. Вопросов нет. Если я подарил товар, как я могу его вернуть? Кто вам его подарил? Я купил. Мне подарил товар. Я купил товар. Я лично купил товар и подарил Владимиру Ромичу. Ну, хорошо. Вы... Тогда зачем? Вы вернули деньги. Скажите, пожалуйста. Так это просроченный товар. Я купил у вас воздух. Как-то ну и что? Вам вернули за него деньги. Вернули деньги за воздух. Что значит, я его подарил? Ну, что значит, я приобрел и подарил. Распорядился на своем. Ну, не смотришь, что правда. А что здесь за клонадок устроили? Зачем вам возвращать просрочку? Объясните. Чтобы повторно выложить? Вы нас идиотов держите. В смысле повторно? А для чего? Для того, чтобы утилизировать и показать СБ, что он у нас есть. А вы утилизировали? Вы утилизировали товар? Так вы не дали его товар. На каком основании вы утилизируете? На том основании, что он просроченный. Это бытовая химия. Вы не имеете права утилизировать. Это ответственность за это есть. Да что вы думаете? Да. Это правда. Вы магазин. Вы не организация, которая занимается утилизацией. Мы все фиксируем СБ. Или вы свиньям кормите? Мы у нас нет свиньев. Артур Дмитриевич говорит, свиньям все кормите. Я не знаю, куда Артур Дмитриевич кормит свиньям. Я еще раз говорю, я все это собираю. Приезжает СБ и забирает. Куда они везут? Я не знаю, куда они везут. Артур Дмитриевич говорит, продаете вы просрочки. Называйте только бытовые пищевые отходы. А мы все прекрасно знаем. Не надо из нас дурачков делать. Я этим не занимаюсь. И мы вам не даем возможность это сделать. Вот когда вы меня в этом обвините... Ворочий, встретим в суде. Слушай, это какая же неоднократная. Вы не обриваетесь. Так я что, мне плакать что-нибудь? Я просто поражаюсь с вас. Ладно, ваш работник, это неграмотный, он может там что-то... В смысле, я поражаюсь с вас? Вы посмотрите, что вы творите здесь. Что вы творите? Вы купили просрочку, вернули деньги. Не проблема. Если этот товар просрочен, то вы сами понимаете, вы его должны снять с продажи. Как нам не дали ему снять с продажи? Берите, снимайте. Возьмите, на 5 месяцев просрочен. Не хотите снять? Ну, не к телечке, понимаете? Так, не хотели снять? Мы пытались решить. Хорошо, у всех все бывает. Понимаете? Мы специально этим должны быть. Этот вопрос вам троим придется решать. Это мы решим со своим руководством, но не с полицейским хамом. Как вас зовут, скажите, пожалуйста. Я не знаю, как решить этот вопрос. Я уже представила. Забыл. Ну, хотя бы поймите. Это ваша проблема, чтобы вы забыли. Вот хамство, хамство. У меня полиция тоже... Я тоже хотела предложить, как решить вопрос. Я тоже хотела предложить, как решить вопрос. Мамайя Владимировна Владимировна. Очень приятно. Как вас зовут? Здравствуйте, Людмила Валентиновна. Запомните. Людмила Валентиновна, смотрите, давайте с ним снять отношения, вы тоже помолчите. Я не собираюсь. Вы понимаете? Стешно, успокойтесь. Не надо меня дешать. Ситуация простая и понятная. Если вы не убираете этот товар, если вы не даете... В смысле вы не убираете? Подождите. Его сейчас обнаружили. Сейчас сотрудники пойдут и проверят весь этот товар. Какие сотрудники? Мои сотрудники пойдут и проверят, чтобы больше не было его на проках. Это и нужно было так решать. Дайте мне сказать, пожалуйста. Поэтому я думаю, полицейские еще не успеют наговориться. Меня зачем сюда вызвали, скажите? Для того, чтобы не могли его регулировать. Вот поэтому я хочу решить мирным путем. Вы всегда даете предложение вашему работе решить мирным путем? Каким? Давайте я повторю. Сотрудник, извиниться публично, как она публично меня обвинила в грабеже, скажет Владимир Владимирович, извините, что я была не права. Извините за что? За то, что меня обвинили в грабеже. В совершении тяжкого преступления. Публично, понимаете? И сделали заведомо ложный донос сотрудникам полиции, которые сюда приехали. Слушайте, а вы сколько будете выяснять между собой? Я вам свое прошлое зрение. Можно пояснить, скажем? Вы можете остаться здесь до вечера и даже ночью, если пожелаете. Я свое видение, свою процессуальную оценку ситуации даю. Вот этот товар, если он просрочен, он должен быть снят с продажи. Если господа не согласны, фотографируют, управляют, Вы это все изложите в своем заявлении. Если нет, фотографируйте в Роспотребнадзор. Если нет, можете с этой тележкой хоть весь день здесь ходить по магазину, выйдите за кассовый терминал, не оплатив товар. Это будет квалифицироваться как административное правонарушение. Он куплен и подарен. Генис Анатольевич. То, что куплен и подарен, хорошо. Тот, который новый, он не ваш. Не наш. Мы о это и не претендуем. Все. Все. То есть мы можем уйти спокойненько. Вы только актика осмотра составьте, зафиксируйте, запропеталируйте. Актика осмотра не составляется. Вы сюда что приехали, скажите? Нам разъяснение сделали. Пойдемте в консультацию провести. Вы можете подъехать на Держонского 7 обоих. Я вас опрошу. Вы напишите заявление. Без проблем. Какой без проблем на участковый. Что, слышали? Вот это ваше, а это наше. Все. Утилизируйте, посмотрите, как вы будете это утилизировать. Прям при нас. Я не собираюсь при вас. Вы только уже сказали, что вы утилизируете. Я еще раз говорю, я жду. А вы выставите на прилавок. Я что, больна, я не пойму. Вы куда спите, что у вас товар будет. Вы каждый раз повторяете больна и не больна. В смысле каждый раз? Я не врач. А похоже, что вы пристрелили. А что вы спрашиваете, больна или нет? А что я сюда знаю? Опять шутер. Мы с ними сейчас это с продажей. Я не знаю, я вам могу. А утилизировать. Когда приедет СБ. Мы вам помогаем. Не надо мне в этом помогать. Вы не имеете права, друзья, товарищи, я тоже напишу заявление. Пишите. Парень, я очень хорошо напишу, что вы уже не отмажете. Да? Да. Здорово. А что вы такое напишите? Я испортил просрочку, да? Какая женщина. Еще раз, ребят, я вам говорю, здесь полу надо, устраивать не надо. Вы сняли, спасибо, я вам очень благодарна. Вы к вам ходили каждый день. Не провоцируйте. Ходите, я буду очень рада. Да? Ходите, конечно. Без базара. Вы будете снимать, мне просрочный. У нас столько магазинов уже через нас прошло. У меня же, с которыми тут не хватает. Они будут снимать просрочный. Привет. Вы будете счастливы. Объехай с другой стороны, пожалуйста. Через лифт? Да, через лифт. Денис, ну нас пригласили. Конечно. Считать официально. Конечно. Но оплачивайте им никто не будет. Это их инициатива. Так вы через суд будете оплачивать мои услуги. Мамаев Владимирович Владимирович. Геортические услуги стоят тысяч. Я не понимаю. Я вообще не понимаю. Можно было все решить нормальным путем. Мы нашли вы. Извиниться передо мной. Нашли вы. Давайте я вам извинюсь перед вами. Извините за моих сотрудников. Вас так устраивает? Да, мне так устраивает. Потому что именно это я и сказал, что за вашу рабочницу придется извиняться для их руководителя. Я извиняюсь. Вот вам за это большой респект. Все. Спасибо. Конфлики сидят вам. Да? Конечно. Там есть сотрудники. Все, всего хорош. Столько много людей. Всего хорошего. Извиняюсь, забыл, как вас зовут. Людмила Валентиновна. Людмила Валентиновна. Ну и раз пригласили, будем вам частенько заходить. Каждый день не обещаю. Очень занятой. Я тоже каждый день не обещаю, что буду вас встречать с чаем. Иск будет подан в любом случае. Всего хорошего. До свидания. Я так понимаю, патруна послужили. Все, да что, ну не свинелись. Подведя камеры, претензий нет. Почему? Основания не доверят, что они утилизируют. Нету. Тем более они уже и... Пускай работают. Да, пускай работают. Да, Денис Анатольевич, конечно, удивил меня. Приезжие блогеры мне говорили, что самым неадекватным из всех участковых был вот этот Мороз Денис Анатольевич. А я ему говорю, странно, вроде он благодаря ему был оштрафован один из магазинов ГИКСи на 300 тысяч. А тут я убеждаюсь, что насколько они были правы. Он не хочет этим заниматься вообще. Фоткайте, отправляйте. То есть у нас нет защиты, как у покупателей вообще. КОНЕЦ